И сейчас им очень нужна помощь. В тот ужасный день, когда Лидия одновременно делали срочную операцию по удалению желчного пузыря и поставили диагноз хронический миелоидный лейкоз. То есть рак крови Лидия, похоже, не поняла серьезности своего положения. А Анна предстала перед огромностью беды, случившейся с младшей сестренкой, и ужаснулась. Рак крови способен разнести в пыли не такие семьи, богатые и многочисленные, почти все добираются до конца болезни близкого человека разоренными и изможденными до нельзя. Анна думала об этом. А Лидия первое время не могла думать, ее захлестывали противоречивые эмоции. Иногда Лидия в порыве нежной благодарности брала сестру за руки, говорила, какое счастье, что ты есть, что ты рядом. Но на следующий день или даже в тот же день через несколько часов благодарность могла смениться чередой обвинений. Видела же, что сестра работает на износ, одна на две бухгалтерские ставки в Москве, мотается каждый день на работу из Ивантеевки, три часа туда, три часа обратно, кто не сгорит с таким режимом работы. Какой организм выдержит? Почему не посоветовала остановиться? Почему не приказала подумать, что счастье не в деньгах? А в чем? Да в ребенке же. У Лидии нет детей, и когда она заболела раком крови, это обстоятельство показалось ей огромной, зияющей бюро и в смысле жизни. В хорошие минуты Лидия часто говорит с сестрой про материнство. Клянется, что если выкарабкается, то пересмотрит свою жизнь. Никогда больше не будет работать с утра до ночи на двух работах, а родит ребенка и будет счастлива, даже если бедна. Анна слушает и кивает. Не возражает. Лидии, чтобы выкарабкаться, требуется пересадка костного мозга. Поиск донора стоит несусветных для их теперешнего положения денег – миллион триста тысяч. Кроме денег трансплантация потребует здоровья. Восстановление после нее долгое, осложнений полно, одно другого грознее. Тут бы выжить. Какие уж там дети. Так думала Анна, пока я не рассказал ей, что своими глазами видел в городе Воронеже женщину, которая после трансплантации костного мозга родила двоих детей. И мы даже сняли про нее фильм. А еще моя жена родила мне троих детей, после того, как перенесла рак крови. Так я сказал Анне. Она заплакала, вы победили. Неужели есть такие люди? Есть. Вот я, например. Надеюсь, после этого разговора Анна перестанет относиться к мечтам сестры о ребенке как к проявлению отчаяния перед лицом грозной болезни. Воздоровление возможно, счастье возможно, ребенок возможен, вопрос только в деньгах. Фонд борьбы с лейкемией уже собрал часть денег, осталось всего 200 тысяч рублей. Помогите им собрать оставшуюся сумму. Автор Валерий Панишкин фото из архива Лидии Воронцовой.